Здравствуйте, здравствуйте! С вами Даник Растер. Сегодня у нас особенный день, сегодня спецпроект. Я размораживаю рубрику GameStuff, как вы меня и просили. И сегодня с чуваками будем делать вот из этой вот малышки, замечательнейшего монстра, постапокалиптического такого вида по игре Crossout. Давайте заценим, как оно все выглядит и начнем уже хуячить. Crossout это автомобильный экшен в постапокалиптических антуражах, где ошметки человечества добивают друг друга на совершенно лютых тачках. Причем в бой идут не только ржавые корыта, типа того, которое мы сегодня соберем, но и всякие sci-fi, ховеры, тесла-пушки, огнеметы и многое другое. Каждую деталь надо добывать кровью и потом, поэтому к своей колымаге вы точно привяжетесь. Качайте Crossout на халяву по ссылке в описании. А первое, что надо сделать, возвращаясь из игрового гаража, это устроить локальный конец света для шестерки, то бишь раскурочить ее к херам, отгрызая плазморезом и болгаркой ненужные части. Всегда хотел так сделать. Это еще что-то такое красивое. Это нам не понадобится. Ремни безопасности, задние сидения и часть крыши тоже на помойку. Это все должно отсутствовать как роскоши. Как вы могли заметить, объяснять в этом видео особо нечего. Мы просто дербаним это корыто, придумывая на ходу, как она будет выглядеть. Для начала надо избавиться от всего лишнего. Как известно, лучший тюнинг делается болгаркой в гараже. Плазморез тоже выручает, но с ним проблематично работать, если металл грязный или окрашенный. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге крыша отвалилась и получился кабри-пикап. Продолжаем отделять самые вкусные части, которые больше не пригодятся. Ничего не должно быть от заднего бампера до передних сидений. Ну и пикап делаем или где. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как часть крыши отпала, жесткость конструкции оставляет желать лучшего. Поэтому надо немного помудрить и усилить профильные нужные места. Двери можно сразу нахер заварить. Можно и передние заварить, но залезать неудобно будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически все виды работ сводятся к отрезанию и привариванию. Ведро железяное, чего вы хотели. Единственная деревяшка – это пол в багажнике. Мы решили сделать его из фоне. Настало время вернуть салону целостность. На свалке нас замечательно дожидались ржавые стальные листы, двутавры, арматура и много чего еще замечательного, из чего можно собрать целый город. Багажник с крыши удачно переехал на капот. Типа, почему бы и нет? Вот почему нет? Я бы с удовольствием возил свои вещи на таком багажнике. А че, удобно всегда на виду, чтоб не спиздили ничего. Все окна было решено заварить листами железа. Оно так и от зомби сподручнее, да и от пуль, по идее, должно защитить. В идеале не миллиметровый листик, конечно, но боюсь, старушка и так после всех обновлений пернет возить такую массу. Да и точилу-то мы косплей, но и делаем по сути. Все детали наглухо привариваются ко всему, во что упираются. Негоже это после апокалипсиса болты с гайками искать по пустыне. Только сварка, только навсегда. После того, как все окна заварены, плавно перебираемся на морду, где для фар были приварены куски каркаса кроватей, а радиатор защищен такой решеткой, что хер его знает, какой кирпич нужен, чтобы ее пробить. Прострелить скорее, и то не с первого раза. Остатки старого бампера Долой, сюда отлично впишется двутавр, который будет держаться на 30-й арматуре. Эх, вот это я понимаю надежность, а не эти ваши пластиковые бампера, которые трескаются, стоит лишь пернуть громче, чем обычно. В лобовом железе прорезаем щель, чтобы пыриться оттуда на неприятеля. Такие же щели надо сделать и в боковых окнах, чтобы, ну, хоть какая-то ориентация была. Лишь последний больной ублюдок решит ездить на таком агрегате, что и следует отобразить на лобовом железе. Скажу вам честно, от этого проекта мастерская трещала по швам. Ну, нет там места для таких подвигов. Ходить приходилось по крыше, чтобы хоть как-то пройти. Еще и двигать ее постоянно туда-сюда. Полный отстой. Ну, да, кстати, пока не отодвинули правую сторону, не было возможности заварить окна. Добавим чутка деталей. Будем считать, что ведро с историей, и когда-то были стычки с ниндзя. Уют это, конечно, хорошо, но про такую на редкость полезную вещь, как смотреть назад, забывать не стоит. Из остатков решетки замутим окно. Про покраску это вообще отдельный разговор. Можно было облить смывкой краски, потом кислотой или соленой водой, зарат лучить как следует, но времени в обрез и было решено залить тремя цветами, а именно черным и двумя оттенками коричневых. Все знают, если хочешь добиться хорошего результата, красть ночью, в темноте. Настало время вооружить нашу Колымагу. Поворотный пулемет, как в красавте, к сожалению, достать не удалось, но вот кое-что стреляющее у меня есть. Большая Берта отлично встанет на крышу. Из интересностей мы решили повесить запасной бак с одного края, типа в него воды можно налить или бетона для дополнительной брони. А вести огонь можно будет легко и непринужденно с новым люком в районе шарового крана. Также и с красаутом мы взяли идею бензопилы на капоте. Также мы решили установить инновационную технологию дистанционного завода бензопилы из салона. Чудненько. Остались последние приготовления и можно двигать. На такой колеснице можно прямо в ад ехать. За своего приму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok А вообще на этом можно и закончить. К сожалению, на территории, где находится моя мастерская, особо не побуянишь. Я бы с удовольствием свозил бы этот аппарат на какой-нибудь полигон, проверить подкалиберный патрон для Берты, и чтобы в итоге это ведро превратили в дуршлаг при помощи крупнокалиберного пулемета. Но пока совершенно нет мысли, где и как это можно сделать. А в итоге вот такой вот адовый аппарат вышел. Жаль, на нем дальше первой штрафстоянки не уедешь. Я бы на таком ездил, честно. Если у вас нет возможности создать такого же монстра в реальности, вы всегда можете сделать это в игре Крусаут. Крафтите, гоняйте и уничтожайте. Ссылка на игру в описании видео. Больше народу на канале мощнее видосы, как я и обещал. Спасибо за просмотр. С вами был Даня Крастер. Пока. Субтитры подогнал «Симон»